всем огромный-огромный привет сегодня необычная для моего канала видео я показываю работу с клиенткой впервые возможно больше не покажу потому что сложно мне очень сложно работать под камерой страдает качество и страдает время до увеличивается поэтому вряд ли еще раз я опубликую такое видео ну вот решила все-таки для разнообразия здесь я комментировать не буду сам процесс потому что он стандартный это моя постоянная клиентка но в данный момент она пришла от другого мастера девочка молодая мама у нее 9-месячная дочка и не всегда получается у нас во времени состыковаться с ней вот поэтому просто посмотрите идет стандартная процедура маникюра снятия потом маникюр маникюр полностью аппаратный без применения режущих инструментов в данный момент я отодвигаю кутикулу убираю птеригий сначала в левую сторону затем разворачиваю переключаю обороты фрезе другую сторону и делаю в правую сторону и поднимаю кутику на сегодняшний день на многих площадках девочки прекрасные мастера публикуют прекрасные качественные видео с маникюром очень подробно рассказывает показывает что можно что нужно делать поэтому вполне можно даже научиться этим видео делать маникюр самостоятельно вот поэтому я уже оставляю так как есть просто демонстрирую вам что да я работаю с клиентами потому что на моих каналах увидите основном идеи которые я отрисовываю на типсах показываю вам как это сделать вот вот сегодня такой вариант перед походом на маникюр моя клиентка подготовилась выбрала для себя из интернета вариант дизайна который она хочет видеть в итоге на своих ногтях поэтому ничего нового я придумывать не буду спасибо тому кто эту идею показал а мы будем уже ее повторять в общем то вы сейчас видите текучку мастера до обыкновенная работа которая у нас бывает ежедневно как правило клиенты сейчас в основном приходят с уже с готовыми вариантами которые они хотят видеть на своих ногтях поэтому здесь все без приукрас без фотошопа вот как есть так вы это и наблюдаете также вы здесь можете увидеть ошибки кое-где ногти опилены неправильно в точках роста но я работаю с тем что имею уже пытаюсь что-то исправить сейчас я заканчиваю выполнение маникюра вот что у меня получилось и приступаю уже непосредственно к покрытию для начала готовлю ноготочки обрабатываю их дегидратором для того чтобы убрать излишки влаги с ногтевых пластин и на свободный край ногти я наношу без кислотный праймер для улучшения сцепления материала с ногтевой пластиной жду минутку чтобы праймер подсох и наношу тонкий слой базы базу я всегда наношу сразу на все пять ноготочков просто прошу клиенту чтобы она в лампе большой пальчик разворачивала самим лампом непосредственно и всегда все прекрасно просыхает на правой руке на большом пальчике у клиентки ноготь сломался поэтому его нужно восстановить сделать я это буду при помощи гелевые типсы потому что это быстро удобно и носибельно напомню вам что у меня есть телеграм-канал где я ежедневно публикую свежие мастер-классы по дизайну ногтей где мы с вами можем свободно общаться ссылку вы найдете в описании к этому видео подбираю типс по размеру ноготочка слежу чтобы были закрыты все точки в роста обезжириваю изнутри типс у меня заматированы поэтому я ничего здесь фризой не прохожусь ничего не делаю нанесла базу и устанавливаю типс на ноготочек у меня рядом стоит включенная лампа тюльпан прихватываю ею и отправляюсь на полную полимеризацию в основную лампу снимаю липкость остаточную и убираю ступеньку между натуральным ногтем и типсом и у меня вот здесь вот образовался все таки воздушный карман его я убираю фрезой также аккуратно спиливаю и закрываю это место прозрачной базой убираю остаточную липкость после просушки и опиливаю свободный край придаю ему нужную форму уравняю его с длиной свободного края ноготочка на левой руке и приступаю к укреплению камуфлирующей базой и сейчас вы видите фото дизайна которую мы будем повторять камуфлирующую базу я сначала нанесла тонким слоем сделала так называемый мокрый пол и ставлю каплю вот здесь вот я не стараюсь ее сразу как-то поставить ровно чтобы она у меня легла с архитектурой с красивой потому что я всегда переворачиваю ручку клиента и капли сама выравнивается я немножко ей помогаю кисточкой переворачиваю обратно руку смотрю как легла база вот блик ровный отправляю лампу ну и таким образом делаю все ноготочки процесс укрепления таким образом происходит у меня достаточно быстро но все делают по-разному поэтому делайте пожалуйста так как вам удобно убираю со всех ноготочков дисперсию потому что дальше я приступаю к дизайну и дисперсия мне будет только мешать в этом дизайне присутствуют три оттенка голубого цвета и я их сделаю сама выкладываю на палитру белый гель-лак а стараюсь выложить материала столько и намешать столько сразу чтобы мне хватило на все 10 ноготочков вот делаю темно-голубой голубой и светло-голубой и здесь заметьте пожалуйста что я темный цвет добавляю постепенно в светлый и не как наоборот ну и таким образом я получила сейчас цвета очень приближенные тем что мы видели на картинке и первым делом покрываю полностью безымянные ноготочки голубым цветом на указательных и больших пальчиках прорисовываю френч но на указательных френч голубой а на больших он темно-голубой так как в своих видео на своих каналах я в основном показываю идеи дизайна ногтей и показываю как их воплотить в жизнь работаю я конечно же при этом на типсах и самый популярный часто задаваемый вопрос конечно не без оргазма задаваемый а как вы что будет также крутить руку клиента как тип скрутите нет конечно же я не буду так крутить руку клиента но уверяю вас рука клиента разворачивается прекрасно так как удобно мастеру мне совершенно не нужно крутить руку клиента потому что работаю я без камеры и у меня есть свободный доступ к руке теперь приступаю прорисовки взяла самый темный цвет который у меня получился рисую волну на мизинце и отзеркаливать буду эту волну на среднем пальчике рисую сразу на двух ноготочках мы если вы переживаете что можете где-то что-то смахнуть нечаянно то сделайте лучше промежуточную просушку а 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 повторяю все то же самое голубым цветом ничего сложного абсолютно по очереди рисуем эту волну особых навыков рисования этот дизайн не требует поэтому он очень легкий и доступный ну и сейчас вы можете наблюдать как я переворачиваю пальчик если мне вдруг неудобно просто разворачиваю руку делаю прорисовку никакой абсолютно проблемы нет развернуть вокруг у клиента никому не больно все от меня уходят абсолютно здоровые и без травм дальше мы решили немножко отклониться от основной идеи дизайна и прорисовку сделает не серебристой гель-краской а краской chrome если положить краску chrome на дисперсию предыдущего слоя то она теряет вот эти свои хромовые эффекты и поэтому я перекрыла ноготочки матовым топом по матовому топку рисовать намного удобнее краска ложится лучше и все эффекты естественно сохраняются но этого можно не делать если вы не хотите добавлять лишней какой-то толщины перегружать ноготочки в общем то можно было бы липкость снять с прорисовки и уже использовать эту краску ну и финальный этап перекрываю все ноготочки глянцевым топом без липкого слоя и там где есть необходимое сделаю небольшое выравнивание после просушки топа я обязательно прохожу с пилочкой по свободному краю потому что туда может попадать гель-лак краска в общем-то образуются какие-то наплывы неровности после этой процедуры ногти будут выглядеть законченными и аккуратными ну и вот что у нас получилось в итоге напишите в комментариях удалось ли нам передать идею которую задумал автор клиентка моя осталась очень довольна сказала что таким маникюром нужно срочно ехать на море причем второй раз она уже этим летом на море побывала на этом я буду заканчивать свое видео спасибо вам большое что посмотрели его до конца ставьте лайки если видео было вам полезным интересным с нетерпением жду вас в своем телеграм-канале всем пока пока до новых скорых встреч до новых встреч